Дмитрий Фреско Мы с женой делали домашние заготовки на зиму лет, наверное, 20 назад Наквасили мы тогда капусты, наварили варенье, но об этом чуть позже И так нам показалось эти промышленные объемы готовить муторно, что с тех пор никаких заготовок Хотя надо сказать, что заготовочки получились что надо Особенно удалась квашеная капустка Такой засол, дай бог каждому Но в наших жарких краях капусту не заквасить Поэтому я под вашим давлением приготовлю другую заготовку Фаршированный сладкий перец Почему именно перец? Да потому что для этой заготовки лучше всего подходит грунтовый Он гораздо более такой ароматный, чем зимний Рецепт простой, но объемы большие Поэтому я использую свой чудо-агрегат Причем вот эту насадку, по-моему, вообще впервые в жизни Только для таких заготовок ее и надо, пожалуй, использовать И лук отправляется на сковородку Надо его слегка обжарить в растительном масле И пока он обжаривается, нарезаю морковь Ее надо нашинковать довольно крупными кусочками, чтобы после обжарки в кашу не расползлись Для промышленных масштабов, пожалуй, удобная штука И морковь тоже отправляю к луку Надо обжарить ее так, чтобы она стала почти совсем мягкой Но все-таки только почти Объем большой, обжарка дело небыстрое Есть время немного прибраться Ну, все убрал, подготовлю перец Так как его я буду фаршировать, то надо аккуратно выпотрошить Удалить плодоножку и семечки И про морковь не забывайте Ее надо помешивать Кстати, она уже в отличном состоянии Самое время добавить протертые томаты Количество томатов, моркови, лука выбирайте на свой вкус Дело в том, что овощи у всех разные И морковь может содержать разное количество сахара и сока Да и лук, и томаты Поэтому комбинируйте состав на свой вкус Сейчас закипит, убавляем огонь И минут через 10 можно выправлять на вкус Перец подготовлен, давайте пробовать морковь Пожалуй, не только соли, но и сахара надо добавить Все-таки морковь недостаточно сладкая Соли немного А вот сахара, пожалуй, столовую ложку даже Вот теперь другое дело Остается только нафаршировать перцы А остатки моркови переложу просто сюда В кастрюлю между нафаршированными перцами Вот так А теперь довести на среднем огне до кипения И после того, как все закипит Убавить огонь и томить на слабом огне минут 20 Может быть 25 Дело в том, что перцы-то были холодные И когда мы начинку в них положили Она тоже немножко остыла А для того, чтобы это долго хранилось Довести до кипения и снаружи, и внутри Начинку все-таки надо Ну, может быть, до кипения она, конечно, не дойдет Но прогреть как следует стоит Но больше получаса, на мой взгляд, в любом случае Томить не надо Потому что перцы могут расползлись в кашу Но это не добавит эстетичности этому блюду Ну, я так думаю, что если вы планируете заняться заготовками То опыт готовки у вас уже есть Так что не буду я вам эти банальности разжевывать Ждем Итак, у меня все готово По банкам, с вашего позволения, я раскладывать не буду Потому что порция не такая уж и большая В отличие от семьи И так все до завтра сметут А вы стерилизуйте банки Раскладывайте по ним, заказывайте И наслаждайтесь зимой кусочком лета Давайте попробуем уже Ну-ка, вот отсюда я отрежу кусочек Вкусная штука Просто супер Еще бы немножко остыла, чтобы язык не обжигала Как вы заметили, я сюда не положил ни острого перца Не добавил ни уксуса Специально сделал самый такой нейтральный вкус Для того, чтобы мои малолетние операторы Прочувствовали, прочухали И сами высказали свои пожелания Касательно, как это нужно улучшить Разукрасить Мне, в принципе, так нравится В качестве гарнира такого Очень классно А вы фантазируйте И применяйте Ваши фантазии В этом блюде На свой вкус Спасибо за компанию Всем пока